Издательство «Эксмо» представляет Игорь Польский, «Пелегрим», дневники «Начало конца света». Текст читает Владимир Князев. Посвящается Мии. Часть первая. Лето. Не хотелось бы все это преувеличивать, но мне, черт возьми, нравится этот девятилетний мальчишка, кем бы он ни был. Без него я бы не выжил и не писал бы сейчас предисловие к этой книге. Рэй Брэдбери. Как забраться на древо жизни, кидаться камнями в себя самого и спуститься на землю, не сломав себе шею и не сломив дух. Как я не стал писателем. Читая крохотную книжечку Брэдбери о том, как большой писатель на самом деле обязан всем маленькому мальчику, я вспомнил о собственном детстве и о печатных машинках. Брэдбери помнил, как сосал мамину грудь. У меня же не осталось воспоминаний из раннего детства. Но печатные машинки... Да, печатные машинки. Я хорошо помню. Их было две. Одна была у дедушки Леши и у бабушки Вали. Электрическая. У которой клавиши нажимались так приятно, что сам процесс оказывался важнее результата. Собственно, только процесс я и запомнил. Я плакал, если мне не разрешали посидеть за этой машинкой. Но ума не приложу, о чем рассказывала миру выходящая из машинки бумага. Другая машинка, как сокровище, хранилась у бабушки Маши. И была совсем иного рода. Старая, механическая. Для того, чтобы напечатать слово, нужно было с большим усердием стучать по клавишам маленькими пальцами. Если удар получался недостаточно сильным, буква оказывалась бледной или не оставляла следа вовсе. Может быть, именно из-за того, что машинка поддавалась мне с таким трудом, я куда лучше помню, что именно я на ней печатал. Пальцы ведь часто помнят лучше, чем глаза, язык и уши. А печатал я вот что. Брал старый дедушкин атлас-офицера со звездой и открывал первую страницу. Смотрел на условные обозначения и отпечатывал на бумаге «Смешанные леса». Затем пересчитывал значки смешанного леса на первой карте атласа и вбивал, например, 34. После чего следовал следующий значок из условных обозначений, следующее число. А когда все значки из условных обозначений были пересчитаны и инвентаризованы, можно было перелистнуть страницу и начать делать то же самое с новой картой. Это была награда. Я никогда не начинал работать с середины атласа, а упорно шел страница за страницей. Эта ужасная склонность к последовательности сохранилась во мне до сих пор. Я не помню точно, но, думаю, не сильно совру, если скажу, что я произвел учет не более пяти карт, в то время как в атласе их было несколько сотен. Бесконечность этого труда меня не пугала. Кажется, и это сказалось в дальнейшем. Я легко начинал большие романы, но ни одного еще не дописал до конца. Такой учет и работа за печатной машинкой были столь увлекательны, что иногда я готов был забыть и о биологических потребностях, включая походы в туалет, что пару раз привело к досадным казусам в раннем детстве. Печатать я стал гораздо раньше, чем пошел в школу. Теперь вы видите, что с раннего детства я любил печатать. Но то, что я печатал, свидетельствует скорее о том, что мне стоило стать бухгалтером или каким-то учетчиком, а не писателем. Увы, в 13 лет, когда меня впервые обуяла писательская горячка, я не задумывался об этом. А ведь мог бы уже тогда понять, что писателем мне стать не судьба. Когда я проводил время со старой печатной машинкой у бабушки Маши, я считал себя пятилетним вундеркиндом и думал, выстукивая очередное условное обозначение из дедушкиного атласа, настолько тяжелого и большого, что я до сих пор поднимаю его с трудом, что стану ученым, профессором. В сущности, Брэдбери прав. Почти все свои удачи и неудачи мы можем объяснить, заглянув в детство. Нельзя ли разглядеть причины моих неудач на писательском поприще уже в том пятилетнем возрасте и печатных машинках? Что такое печатная машинка? Можно сказать, это что-то устаревшее. Настолько же устаревшее, как ремесло писателя. Я не хочу сказать, что современной литературы не существует. Но, согласитесь, с появлением интернета, кинематографа и постструктурализма, позиция автора, такого, который когда-то мог написать «Войну и мир» и прославиться в первую очередь содержанием своих книг, а не тем, что по ним сняли «Игру престолов», несколько пошатнулась. Конечно же, появились новые авторы и совсем другие позиции. Например, блогер. Блогеры — герой нашего времени. Но моя проблема в том, что я так и остался со старой печатной машинкой. Пусть ее и заменили компьютер и программа-блокнот, которые тоже успели устареть. Перебирая пыльные дедушкины книги, я продолжал печатать, как будто бы ничего не произошло. У меня до последнего не было аккаунта в Фейсбуке, и я не зарегистрирован в Инстаграме. Меня никогда не привлекала идея вести живой журнал или писать для интернета. Литература для меня — нечто, к чему можно прикоснуться, поднявшись на второй этаж читального зала и вынув с полки неизвестную или же, наоборот, слишком известную, ставшую опасно понятной книгу. Но есть еще кое-что. Я уже говорил, что с 13 лет меня иногда посещали приступы писательской лихорадки. Пару раз я даже начинал писать романы, но мне ни разу не удалось не то чтобы закончить хотя бы один из них, но даже просто продолжить писать. Впрочем, также я не продвинулся далеко и в инвентаризации дедушкиного офицерского атласа. Фактически эти романы состояли исключительно из начала, но начав, я никогда не мог выразить четкую идею и развить сюжет, а мои замыслы были похожи на сотни дедушкиных карт из середины атласа, о которых я знал только, что они есть, что они яркие, большие и интересные, но не более того. Одним словом, романы, так же, как и карты, мне не дались. Зато с короткими формами, с рассказами дело пошло гораздо лучше. Я написал первый и единственный сборник рассказов, будучи подростком, и назвал его «Сказки для детей старшего школьного возраста». Рассказы эти до сих пор нравятся мне, но сборник так и не увидел свет, не считая пары чувствительных комментариев на устаревших сайтах с названиями вроде «Прозару». Надо ли говорить, что в то время меня не особо заботила судьба моих рассказов. Важно было писать. Если чей-то отзыв и имел для меня значение, то это был отзыв девушки, к подъезду которой я приходил солнечным утром со стаканчиком мороженого после бессонной ночи, проведенной с кофе перед компьютером. С гордым видом я вручал девушке распечатку нового рассказа. Эта проза была как поэзия, и этот период был единственным в моей жизни, когда я мог писать о любви. Но вскоре, почувствовав то ли подставу, то ли опасность любви для творчества, или же что-то внезапно стало для меня более важным, как бы там ни было, я оставил рассказы о любви и поэзию, и девушку, и всю мою подростковую жизнь, которую, кстати говоря, я так любил и с которой прощался так упоительно. Я вознамерился, кажется, кем-то стать, кем-то совсем другим. А пока бродил босиком по ночным улицам, днем играл и дурачился, втайне планируя побег. С собой я взял одну книгу, сыгравшую немаловажную роль в истории того, как я не стал писателем. Это была «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Не зная о нем почти ничего, во время одной из своих бессмысленных прогулок я забрел в книжный магазин, и эта книга мне подмигнула. Я сразу же купил ее и отложил в сторону, не открывая. Почему-то я знал или чувствовал, что в этой книге мне встретится что-то новое и важное. Я понимал, что именно ее я возьму с собой в новую жизнь, когда решусь на побег. Так и случилось. «Планета людей» сменилась цитаделью, за Экзюпери последовал Ницше, любовь сменилась философией. Вскоре я написал свою вторую книгу «Дневники ускоренного города», посвященную наблюдениям за большим городом. Мой план стать писателем был до крайности прост. Нужно было лишь написать хорошую книгу. Тогда я доверял Экзюпери безгранично, а тот писал, что по-настоящему нужная книга сама находит себе дорогу, даже если выйдет в паре десятков копий. Решив перестраховаться, я издал 300 экземпляров по методу самиздат и распространил их в течение пары лет. Я получил множество отзывов. Одно маленькое литературное агентство даже решилось издать мою книгу, но не издало. Я ждал, что стану писателем, но этого не случилось. Делать же что-то специально ради этого я считал излишним, ведь нужная книга сама найдет себе дорогу. Раз моя книга не нашла этой дороги, по крайней мере, достаточно широкой, чтобы удовлетворить мое самолюбие, значит, она не нужна. Да и кто теперь читает книги? Их и так слишком много написано, и многие писали лучше меня. Думал я и приходил к выводу, что книги не могут ничего изменить, что нужно не писать, а действовать. В последующие годы я действовал ради и с целью изменить общество, а затем стал описывать эту самую бурную деятельность. По ходу родилась новая книга, дневники альтернативной культуры, которая описывала культуру, настолько противоположную существующей, что публикация такой книги даже в интернете выглядела на тот момент опасной затеей. На этот раз вместо 300 экземпляров я ограничился 15-ю и раздал их героям моей книги, тем, про кого она написана. И все. Если настоящий писатель постепенно бы увеличивал свою аудиторию, то я сократил ее до горстки людей и продолжал менять мир не словами, а делом. Остается добавить лишь, что прошло еще 10 лет, что мир остался тем же, а я, собираясь несколько дней назад в большое путешествие, получил от друзей неожиданный подарок — сборник статей Ре Брэдбери под общим названием «Дзен в искусстве написания книг». Я сижу сейчас под старыми каштанами, в то время как надо мной сгущаются тучи. Из книги Брэдбери я понял, что те 10 лет жизни, которые я посвятил изменению мира, юный Брэдбери посвятил написанию, в основном посредственных рассказов, и только спустя 10 лет действительно научился писать. 10 лет, которые я занимался чем-то другим. Начинается дождь, каштаны качаются, я смотрю на мир, который я не смог изменить и который ничуть от этого не стал хуже. И думаю, даст ли мне жизнь еще один шанс, хватит ли у меня решимости и нужны ли еще кому-нибудь печатные машинки.